Витископ Сколько бы ни говорили о том, что упал уровень, нет, реально, чемпионату уменьшилась команда, а вот претендентов на чемпионство, как было три, так и осталось. В предыдущем чемпионате там лихорадила Динамо, был металист, хорошо, теперь уже металисты... То есть название меняется, а количество остается? Да, количество. Просто упало количество команд, внизу там, понятно, вообще все печально, но в целом нет такого, чтобы уж совсем провала. Единственное, что есть, есть большой отток денег от нашего футбола. Это вполне может его даже оздоровить. Время показало, что мы можем и не за те деньги играть, оказывается. Я думаю, что дальше будет еще меньше в небольших командах, и покажет, что можно еще меньше, оказывается, играть. Что можно вообще играть за так называемый европейский зарплат. Если мы говорим о оплате труда в других профессиях, то это подразумевает увеличение зарплат, то в футболе в нашем европейские зарплаты, которые соответственно статусом футболисты, это вообще-то уменьшение. Жизнь на свои. Надо научиться жить на свои. Ну не зря в НХЛ, в НБА сегодня есть лимиты заработных плат, из которых хочешь дорогих, но тогда сокращай дешевых, скажем так, ну грубо говоря, дешевых спортсменов. Хочешь дешевых, тогда будет больше, воспитывай и развивай их, чтобы они стали звездами, и живи в меру своих возможностей. Я думаю, что эта ситуация позволит многим переоценить и пересмотреть взгляды на отношение, олигархам я имею в виду, по отношению к своему клубу. Ну а футболистам? А футболистам понять, что они есть незаменимые, и что не все коту масленица. Это тоже иногда хорошо. Надо посмотреть, что тот же Олейник, вот он молодец, сейчас в Витасе заиграл. Ну это человек, который у нас был востребован. Металист, Днепр, да, все круто. Где-то Витас. В Дубле Днепра был востребован много лет. Да, и Витас вообще был внизу. Это не певец Витас? Нет, нет. А, это класс. Это такой суперклуб, который, да. Который содержит Витаса. Да, который выиграл там два матча, но на самом деле все как бы совсем не жирно, в совсем не жирном чемпионате Голландии. То есть надо понимать, надо себя сопоставлять с требованиями мирового футбола. Ну, то есть на парашютике на землю потихонечку, да? Да, да, тихонечко. Либо едь в Европу, живи в более комфортных условиях, в более комфортном мире, но играть за команду, которая борется за чемпионство, игрок в Украине, наверное, сегодня не способен. Пока. Да. В топ-чемпионатах это нереально. Ну, посмотрим, может, Ермоленко, как бы, дай бог, ну, я уже по этим матчам увидел, что он ведет себя, хотя посылы в шахтере, в игре с шахтером были, дайте мне желтую, да, а потом видно, кто-то ему или крикнул, или он осознал, и сборная, и в этом был, ну, я считаю, что примерным парнем был. Дай бог, чтобы оно так сохранилось.